Приветствую вас, Мария и Мария. То, что вы описываете, на мой взгляд, тоже может быть похоже на терроризацию. То, что, по крайней мере, я увидел, исходя из вашего текста. На этом также косвенно указывает и та пустота, о которой вы говорите. Вот, то есть, условно говоря, те аспекты, да, что вы говорите, что у вас есть пустота, что вы... Ну, вам кажется... Вам кажется, что вы сегодня чувствуете... Вот, и... На самом деле, это вот... Ну, больше похоже... Знаете, на что? На... Это больше похоже на вытеснение. Вот... Понимаете... Как... Какая... Какая история... Вот... Вытеснение чего-то... Достаточно, судя по всему... Болезненного... Достаточно, судя по всему... Неприятного... Для вас... Достаточно тяжелого... Для вас... Вот... И... Соответственно... Через... Э... Свои... Э... 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 Такие... Переживания... Вы пытаетесь, на мой взгляд... Э... Э... Вытеснить... Э... 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 Свою боль... Свой страх... Вот... Своё непринятие чего-то... Э... 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 в мире. И, соответственно, то, что вы описываете, это в какой-то степени вершина, вершина айсберга, потому что, на мой взгляд, проблематика кроется несколько более глубоко. Несколько более глубоко и связана она напрямую с более рэкетными чувствами, например, виной, например, обесцениванием себя, самопичеванием, страхом, неудовлетворёнными потребностями. Вот вы пишите, что у вас бывает истерика, будет лишь толчком для истерик. Сдерживаем агрессию, на это указывает то, что вы дёргаетесь. Слюзы, это про обиду. Вот. И, соответственно, нам нужно лстить Марии. Вот, с этими чувствами и нужно работать. Лично мне показалось, что очень много в себе вы подавляете. Вот. Лично мне показалось, что очень многому вы не даёте, ну, вот, себе раскрыться. Вот. Очень многому вы не позволяете себе реализовываться. И, соответственно, возникают трудности, проблемы и такие вот аспекты. То есть понятно. Я думаю, вам точно понятно. Понятно, что речь идёт в какой-то степени, да, про психосоматику. Вот. Я надеюсь, по крайней мере, да, что, ну, что это понятно. Что речь идёт именно, вот, про, ну, про психосоматику. Вопрос в том, как мне кажется. Понятно. Понятно ли вам, что речь идёт про психосоматику. Вот. На мой взгляд, на мой взгляд, ну, может быть и нет. На мой взгляд, вам может быть и не... Непонятно, что речь идёт про психосоматику. То есть что такое психосоматика? Это выражение в теле переживаний, конфликтов определённого роля, которые человек естественным путём не выражает. Вот. Мне кажется, что в какой-то степени с вами происходит именно это. Вот эти переживания вы себе запрещаете. Вместо этого у вас присутствуют другие. Вот такие, как то, что вы описываете. Вот. И образовывается постата. Постава – это идеальная площадка для вытеснения. То есть если человек чувствует постата, значит что-то он вытесняет. Скука. То же самое. Скука является также проявлением вытеснения. Да, немножко в более лёгкой форме. Вот. Немножко это более рационализационные истории. То есть человек объясняет себе это, если ему скучно, ничего не хочется, ничего не интересного. Но по большому счёту здесь тоже речь идёт именно про вытеснение. Вот. То есть это обесценивание. Вот. Ну а заедать – это средство борьбы с тревогой. Заедание. Пока я ем и не боюсь. Вот. И, соответственно, постоянно приедет. Вот. Эта методика, она достаточно часто используется. Вот. И является такой вот самый, ну, самый бытовой, что ли. Вот. Она абсолютно неэффективна, но вот с заверным постоянством люди пользуются ею. Обратите внимание вот ещё на какой момент. Вы говорите – помогите разобраться в себя. Да? Ну вот. У меня к вам вопрос. Как вы это видите? Как вы видите, эээ, помощь, эээ, как видите, эээ, как вы видите, эээ, нашу помощь вам в том, чтобы разобраться в себя? Каким образом? Эээ, как это вам видится? Вот как для вас это выглядит? По какому ээээ сценарию, если угодно это должно происходить, по вашему мнению? Эээ, должно ли это происходить так, чтобы мы, ап, насчет, эээ, допустим, прочитали вот то, что вы написали и сразу же поставили вам диагноз? Нет. Возможно ли, что мы это прочитали и дали вам совет? Нет. Возможно ли, чтобы мы сразу вскрыли ваши проблемы, которые у вас есть? Нет. Так как же вы хотите, чтобы мы помогли вам разобраться с себя, если это то, что вы описываете только следствием? Если вы, судя по всему, сами не знаете, что именно вас беспокоит и чего вы хотите. Ведь понимаете еще, какая важная есть вещь на заключаться в том, что человек без стимула не будет менять ваше жизнь. И у вас от вашего стиля жизни, который вы выбрали для себя, есть какие-то плюсы? У вас есть какие-то преференции, которые вы получаете. Выгода. Иными словами, это выгода. И вам нужно эту выгоду увидеть. И вам нужно добавить интерес в свою жизнь, чтобы была мотивация что-то менять в своей жизни. Понимаете? 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 Какая штука? Это очень важный момент. На который я хотел бы обратить ваше внимание. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать работу над собой. Я желаю вам решения ваших трудностей. Я желаю вам решения ваших конфликтов. Но, на мой взгляд, без психолога вы здесь меня справитесь. Да, безусловно, нужно показаться врачу. Безусловно, нужно проверить со здоровьем. А дальше уже смотреть. На этом все. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. А- presenting. Субтитры сделал DimaTorzok